Вопрос связан конкретно с наследием Федорова, с именем Николая Федоровича Федорова, потому что, к сожалению, для резарцев оно не очень близко, не очень понятно. Мы не в силу некоторых обстоятельств, мы не можем активно его популяризировать, потому что, к сожалению, вот коллеги сегодня пришли, журналисты, они скажут вам, что они тоже не знают, кто такой Федоров. То есть это так на слуху, но глубоко, понимаете, внедряться в эту тему, вот ходить читать пять томов больших, конечно, сейчас никто не будет. Какой-то популярной книги еще нет. Анастасия Георгиевна Гачева, которая идейный вдохновитель этого проекта, этого чтения, она сейчас только готовит книгу, которую мы будем распространять по школам, дарить журналистам, в общем, всем желающим, и начнем, так сказать, такое шествие Федоров по Рязанской земле. Но для нас это очень важно, потому что этот человек родился в Рязанском крае, и дети, студенты, да и вообще все обычные нормальные люди, все культурные интеллигенты хотят знать, кто такой Федоров, они хотят понимать суть его идей, почему такое большое количество приезжает, такое количество зарубежных гостей приезжает. Сейчас у нас там из Японии выступает Юки Фуко, и вот только что Рудольф Бьеран выступил и рассказал тоже о Федорове. Это потрясающе, вот 18-й раз идут эти четыре, 20 лет подряд почти, и, как правило, это все идет в очень узкий круг, то есть собираются ученые, которые сами себе рассказывают. Но нам надо, чтобы это имя вышло в народ, и оно может выйти в народ только благодаря журналистам, вот таким подвижникам, людям, которые пишут о культуре. Поэтому мы сегодня, вот благодаря вам, мы должны рассказать нашим уважаемым коллегам-журналистам о том, почему же имя Федорова имеет такое мировое значение. У меня знакомство с Федором состоялось в Москве, где я родился, благодаря исключению встречи на лекциях, популярных лекциях, с Федором Григорьевым Семеновым. Тогда еще не было ни одной крестки выпущено. Это было в конце 70-х годов, были только статьи, не монахи проведены, были отдельные статьи, по-моему, в философской энциклопедии, в пятом томе, в стандартном. И я заинтересовался, в первую очередь, заинтересовался как мыслителем, у которого, как я всегда так понимаю, соединились две трубосоединяемые тенденции. Вот, кстати, это нужно объяснить людям, в том числе, в общем, в Рязани. С одной стороны, он был, так говоря, марно, он был авангардистом. То есть он был авангардист до появления авангарда, футурист. Он как бы все, что соединил, все, что было в науке, в научном знании своего времени. И все это будущее, таким образом, пытался спроектировать. Конечно, управлял от Солковского, и во многих других писателей фантастов русской школы. Это не журнер, это не английская школа фантастики, своя, здешняя. Но самое интересное было в другом. Я, конечно, сначала начал разбирать вот такие футурологические концепции, города в космосе, вот это расселение. Но меня это не очень убедило. Я как-то принимал, скептически, вообще такой человек скептически настроен, что вот эти все какие-то утопии, они малореализуемы, и вообще зачем все это нужно? Но мне поразило другое. Меня поразило, что он был необычайно укоренен в традиции, в культуре, в своей собственной. Он был, в сущности, родоначальником того мощного движения, которое можно назвать отечествоведением или краеведением. Вот он был как раз тем человеком, который говорил, родившись в глубинке России, вот здесь вот в Шарском, или в Сасовском уезде, как это называется, вот туда-то поедем, и я хотел бы посмотреть, какая земля его, так сказать, родила, какую землю он считал своей, и какой клочок земли он впервые осознал как кладбище, как то место, где захоронены поколения и поколения живых людей, предков, отцов, как он говорил. Это вот очень важное ощущение живой земли, как мы говорим в Руси, на Руси, с Марсовой земли, по-разному называли все это. Марсов-кунтов, связанных с этим, с попадением, почитанием, вернее, святой земли, и кладбище. Кроме кладбища, кроме захоронений, Федоров говорил, постоянный талитмотив, о храмах, о будденных храмах, то есть построенных всем миром, разумом, то есть о деле, которое сплачивало людей. И, наконец, очень важная мысль о так называемых Кремлях. Кремль, для него Кремль – это, в сущности, святилище. Другой привод, я просто, если в Сасову проедете, я буду там делать доклад, как Федоров и Фрунская архаика, где буду подробнее его там говорить, но, если говорить коротко, то святилище – это та самая твердыня жизни, а не смерти. И кладбище – это твердыня жизни. Я так, когда вот все это стало слышать, уже во Франции, второй раз у меня вышла книжка в прошлом году по «Бесконечным нервам», посвященная русскому космизму, в искусстве. Я начинаю видео с первых леков нашей эры, и, в общем-то, там наше искусство русское, за две тысячи лет, такой книги тоже никто в зиму не выпускал, и первая глава, которая спящена вот этой архаики, тому, что был дом христианства. Это крайне интересный, крайне важный этап развития нашей отечественной истории. Иначе невозможно понять себя не такое. Более того, нельзя понять то, чему Федоров, может быть, не давал какого-то имени, но после об этом сказали, как Густа Фьюн, архетипы, национальной культуры, ну, один из таких архетипов, он угадал, причем пророкшески совершенно сказали, потому, в сущности, пророк интуитивное пророчество, то есть он научно не мог ничего доказать, но не был ученым в строгом смысле слова, или в строгом смысле слова. Он был прорисцем. И у него колоссальная, гениальная интуиция поразила потом Ица Алховского, который тоже был, в свою очередь, человеком одаренный интуицией, а его, то есть, поразила юного Чиженского, которого познакомились в колонии. Так вот, если обращаясь к этой важнейшей теме, которая вообще характерна для всей вашей культуры, в этом смысле, я не знаю, будет ли она понята миром, но в России она будет понята, безусловно, любым жителям, Рязанской области, Московской, не важно, вроде, насколько чего угодно. Это наш архетип. Ключевое слово – это слово «воскресенье». А если говорить по-старому, то без приставки «вос» – это просто «коресенье». То есть, воссоздание жизни, воссоздание умерших. Есть разные обряды, я просто не буду сейчас об этом говорить. Это чрезвычайно важная тема. То есть, угадывание или обозначение важнейшего архетипа мусско-культуры, культуры воскрешающей, чрезвычайно важно. Ну и последнее, чтобы сказать. Вот, например, что отличает человека, человеческую культуру от природного мира, от другого друга? Нас разделяет язык, нас разделяет кладбище. Ни одно существо, кроме человека, не погребает своих предков. Есть разные там животных обычаи. Можно кто-то мне скажет, что там муравьи там погребают, но это все совершенно другие. Инстинктивные какие-то рефлексы. А тут сознательное, сознательное погребение, как пророческий говорил Федоров, погребение, это и есть воскресение. Это акт воскрешения. То есть погребают тело всех, чтобы освободить душу. Но не вера в том, что, вот как вся себя говорит, год будет обязательно воскрешено в теле. Не знаем, что получится. Никто не знает. С помощью каких-то там супер-технологий, я как бы буду, там планировать. Что получится, и кто получится, мы не знаем. А то, что душа может жить в другом теле, после смерти, это было ясно и людям розового века, но даже раньше, там, поздним валиолите. И, конечно, это было, безусловно, ясно Федорову. Ну и тем, кто стал его последовательным. То есть идея бессмертия самое главное. Вот что меня привлекло. Соединение авангарда и архаики. Совершенно уникальное. Спасибо. Да, я довольно случайно осветился философией Федорова. Я физик. Я, в принципе, не прочитал много философии. И вот я тоже француз, то есть во Франции никто не знает о русском космосе и тем более о Федорове. Так, ну, что произошло со мной? Ну, конечно, я уже любил русскую культуру. Я изучал космонавтику в Москве, в МГТУ имени Баумана. Я хотел именно изучать космонавтику в России, потому что я из Франции обсуждал, что в этой стороне есть некая интересная связь с космосом, что какая-то любовь, которую я хотел открыть. и вот я просто изучал у вас вернуться от Франции и начинал работать в русском космическом агенции, где я стал доктором по физике. И вот после работы инженером, ученым, и я открыл там, что французы уже не знают, больше не знают, почему они хотят покорить космос, почему не занимаемся космонавтикой, зачем, зачем нам это нужно, уже французская публика уже начинает думать, что это бесполезно, бесполезно Таратардини. Ну, конечно, они знают, что есть все эти спутники, что благодаря спутникам у них есть свои телефоны и так далее, но они это признают, конечно, зачем дальше, зачем, что, откуда, как космос нам отдает наши деньги на самом деле, вот как они думают теперь люди. Ну, я вот конечно мне это совсем не норовилось, но в это время еще думали, что делать, ну, жизнь, ну, насчет жизни, общежития такая, ну, а потом, ну, вот два, два, что происходит, ну, я тоже, ну, раз я приходил на работу, ну, тот день я, мне показалось этот день очень, что этот день очень важный, это был, ну, в 2011 году, юбиле 50-летие, 50-летие юбиле полета Гагарина, я жил совсем рядом со своим институтом, я вот ходил вот на работу, я думал, вот сегодня какой торжественный день для нас, для нашей профессии, какая честь приходить в французское космическое агентство такой день, при счете, и не всем все равно об этом повезло, ничего, все работали как всегда, как будто не важно для них, и, конечно, изнутри я не могу объяснить, почему, они каждый день волнуются о новых контрактах, как, как зарабатывать, и еще, что меня поразило, ну, какие контракты найдут, как продолжать свое исследование военных контрактов, как уже рассказал на конференции, не предложили работать для военных дел, но отказался, конечно, и вот, что было страшно, я, у меня уже, я даже попал в депрессию как-то, я думал, ну, зачем я занимался наукой, зачем я интересовался в космонавтике, если в конце не только предлагают придумать новые военные спутники, ну, чтобы бомбить любые страны по всему миру, Франция уже бомбила некоторые страны, это бывает, это не мне это, мне это было страшно, они не хотят участвовать в этом деле, а как работать, что делать, ну, я хотел уже уговорить других инженеров, не участвовать в этом деле, но на самом деле это бесполезно, надо предлагать новый, другой проект, ну, надо понимать, зачем нам надо летать в космос, зачем нам это полезно, и чтобы испортить всю эту энергию, всю эту страсть, которая бывает у многих инженеров, и вести эту страсть в другом направлении, не к другим странам, но чтобы помочь человечеству. Все инженеры в принципе должны работать, должны служить своему обществу, и, к сожалению, часто они только работают туда, визуально заплатить, тоже потеряют свою мотивацию, ну, вот, жизнь продолжается как-то, и отказаться от этой судьбы, я искал причину, зачем мы хотели летать в космос, и, конечно, почему в России они были первыми, откуда обошелся к космосу, и, на самом деле, как я, кричу, дорого, ну, на интернете просто, я искал, ну, не знаю, появились слова, ну, я прочитал, может быть, страницу, я думаю, что вот так было, прочитал страницу о церковском, и вот, я где-то прочитал, есть космическая философия, ну, что такое, об этом никогда мне это рассказали, ну, о Челдонова, здесь, конечно, насчет Челдонова, и вот, купил книгу, на русском языке, но как раз я говорю по-русски, потому что, вот, уже изучал раньше, хорошо совпадило, и я понял, не показалось, что он написал все, то, что я бы хотел сам написать, он объяснил все мои интуиции, на самом деле, и это русский космос, по-моему, он не только русский, но уже, по-моему, все дети космоса, как-то, они все мечтают о космосе, они все не понимают, зачем у нас, ну, зачем взрослые воюют, а Челдонов задает те же самые вопросы, а он не понимает, почему мир не мир, конечно, на русском языке это странно звучит, те же смысла. Рудольф, покажите, пожалуйста, вашу книгу, и скажите, что это за книга, о чем она. Я хочу поделиться заинкопитом, поделиться это открытие русской культуры, открытие русской стерласти космоса, и я вот начинаю писать триловию о космическом, как я это назвал, космическом императии, ламператии космик, это первая книга о 19 веке, лавангар русский, дизайн и все, конечно, русский авангард 19 века, этот русский авангард, это космический, но не только Федоров, но тоже, мне кажется, Одулевский очень интересный писатель, вот Церковский на самом деле уже начал эти равновесия, чтобы летать благодаря реактивному движению, он уже все это открыл в 19 веке, и вот я хочу объяснить, откуда такая вера в космосе, сегодня нам просто верить, что можно летать в космос, мы уже это сделали уже много в фильмах об этом, но в этом времени они даже не были уверены, что человек может пережить отсутствие этого цены, они все равно они хотели туда, и вот я хочу найти снова этот энтузиазм, эту энергию, чтобы снова работать инженером с большой мотивацией, даже чтобы уговорить других инженеров, что вот это важное дело, что мы служим вообще зубу, это важная работа, не только приходи на работу ради зарплаты, ну конечно нам нужно, но не только. Еще будут две книги о 20 веке, чтобы, ну я хочу уже понимать, понимать, ну как, в Советском Союзе конечно, они совмещали много подвигов, но все равно из-за коронавойны энтузиазм пропал, я хочу чистить полив космосу от войны, и сегодня, ну из-за этой холодной войны, все это смешано, ну особенно во Франции. И вот я еще собираюсь писать третью и последнюю книгу об этой тематике, ну вроде космизм 21 века, ну Федоров думал, что философия должна быть проективной, не только описать, ну наша история очень важна, она должна нам помогать думать в будущем, вот поэтому изучаем историю, и вот я хочу тоже предлагать, ну продолжать эту философию, строить какой-то международный космос, где Франция уже будет участвовать, конечно же, с другой стороны, и вот наконец-то мириться, и вот, и чтобы почему замерный космос? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok